Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодняшнее видео будет немного иного рода, чем прочие мои ролики. И надеюсь, вы оцените новый формат. В общем, представляю вам ТОП-10 самых сексуальных инопланетянок в кинематографе. Однако, прежде чем мы начнем, хочу во избежание упреков в комментариях провести небольшой дисклеймер. Прежде всего, ТОП составлялся не по моему вкусу, а на основании нескольких опросов в соцсетях, где голосованием определялись 10 лидеров из 30 персонажей. Кстати, пишите в комментариях, если желаете видеть ТОП-10 второй и третьей десятки. Также стоит отметить, что для ТОПа отбирались только персонажи, которые имеют хоть какие-либо минимальные отличия во внешнем виде от человека, так как в противном случае голосование можно было проводить до бесконечности. Из-за обилия в кинематографе инопланетянок абсолютно идентичны к человеку. Именно по этой причине в голосовании отсутствовали Лила из пятого элемента, Анна из визитеров и прочие. В общем, хватит предисловий и... Поехали! Десятую позицию в ТОПе с минимальным количеством голосов заняла старший научный сотрудник станции Deep Space 9 из одноименного сериала по вселенной «Звездный путь» лейтенант-коммандер Джодзия Дакс, которая относится к расе очень схожей к человеку, а ее отличительная черта — это затейливые пигментные пятна, покрывающие немалую часть тела от стоп до висков. Следующее за Джодзией слово «Дакс» не является фамилией, а именем Трилла-симбиота, который делит Джодзии одно тело и составляет с ней общее сознание. Роль Джодзии в сериале исполнила американская актриса и модель Терри Фаррелл. Номер 9 в этом ТОПе заняла Чани в исполнении Барбары Кадетовой из сериала «Дюна и дети Дюны». Персонаж Чана относится к народу Фриманы, живущему на планете Аракис, которая нам более известна под именем Дюна. Отличительной чертой Фриманов являются так называемые «глаза Ибада» — темно-синие яркие глаза, которые появились в результате того, что Фриманы поколениями употребляли чрезмерное количество пряности. На восьмой позиции обосновалась Айриса Ниира из телесериала «Вызов», также известного под названием «Непокорная Земля». Айриса относится к одной из самых распространенных рас Ватан под названием Иросиенты, родом с планеты Ирос. Отличительным внешним видом Иросиентов является кожа бронзового оттенка с узорами биологического происхождения. Роль Айрисы Нииры в сериале исполнила английская актриса Стефани Леонидас. Седьмая строчка топа досталась прислужнице Эго, а ныне члену Стражей Галактики Мантис. Какой именно расе относится Мантис неизвестно, однако физиологически она является гуманоидным эквивалентом земной блохи. Отличительная особенность Мантис — это эмпатические способности, позволяющая чувствовать эмоции других существ с помощью прикосновения, из-за чего ее антенна начинает светиться. Роль Мантис в Стражах Галактики исполнила французская актриса с корейскими и русскими корнями Ком Клементьев. Шестую же позицию топа заняла Гейла из снятого в 2009 году Джей Джей Абрамсом фильма «Звездный путь». Гейла является представителем расы орионцев, которые по строению очень схожи с землянами, за исключением зеленой кожи у женщин и оранжевой у мужчин. Короткую роль Гейлы в фильме исполнила американская актриса и модель Рэйчел Николс, которая также может быть вам знакома по роли Киры Камерон из телесериала «Кантинуум». Позиция номер пять досталась Аларе Китан из комедийного сай-фай сериала сета Макфарлейна «Орвилл». Алара Китан – это представительница расы Ксилиан, которые из-за того, что их родная планета имеет сильно повышенную гравитацию, имеют сверхчеловеческие силы. Кроме того, отличительной чертой Ксилианцев являются своеобразные гребни на ушах, переносице и по бокам лба. Роль Алары в Орвилле исполнила американская актриса Хелстон Сейдж. На позиции четыре снова разместилась голубоглазая Фременко Чайни, однако не из телевизионной адаптации романа Фрэнка Герберта, а из оригинального кинофильма 1984 года. Роль которой исполнила американская актриса Шон Янг, которая, вероятно, хорошо вам знакома по роли Рэйчел и скульптовала в жанре киберпанк-фильма «Бегущий по лезвию». И вот мы добрались и до тройки лидеров, получивших больше всего голосов. На позиции номер три обосновалась Сикозу из телесериала «На краю вселенной». Раса, к которой относится Сикозу, называется Калиш, а ее представители наделены развитым интеллектом, высокоэффективным метаболизмом, который позволяет им долго обходиться без пищи. А также представители Калиш могут без труда приживлять на место свои оторванные конечности. Однако самой неординарной их способностью является смещение центра тяжести, позволяющая Калиш ходить по стенам и потолку. Король Сикозу в телесериале «На краю вселенной» исполнила малоизвестная австралийская актриса Рэйли Хилл. Второе место в топе, к моему искреннему удивлению, досталось воспитаннице безумного титана Таноса и сводной сестре Гаморы и Стражей Галактики Небули, которая из-за частых ранений в тренировках с сестрой лишилась многих частей тела, которые впоследствии были заменены на кибернетические импланты. Роль Небулы Стражей Галактики исполнила шотландская актриса Карен Гиллан, которая также широко известна по роли спутницы доктора Кто Эми Понт. И, наконец, первое место в топе, большинством голосов, досталось персонажу Стамо Тар из телесериала «Вызов». Стамо относится к одной из рас Ватан, именующейся Каститанцы, которые являются гордым и высокомерным аристократическим видом с планеты Даина. Каститанцы отличаются красивым внешним видом и бледно-пепельной кожей, а наличие у представителей расы острого ума и чрезмерных амбиций помогло достичь доминантного статуса среди прочих рас Ватаны. Роль Стамо Тар в телесериале исполнила английская актриса и модель Джейми Мюррей, которую также можно лицезреть в сериалах «Декстер», «Спартак боги арены», «Склад 13» и прочих. Лично мне ток показался довольно противоречивым, так как я ожидал увидеть в лидерах совершенно иных персонажей. Однако ничего не попишешь, видимо мой вкус отличается от вкуса большинства. Так что на этом у меня все. Ставьте лайк, если вам понравилось видео, а также не забывайте подписаться на мой канал и вступить в мою группу ВКонтакте. И до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»